Всем привет, с вами Дэн и сегодня у нас большой обзор Битва 5 часов Как вы помните, недавно на обзоре у нас были вот эти блигеры с Китаем за 80 баксов И я подумал, а что бы собственно их не сравнить Ну и давайте, с чем будем сравнивать Вот у нас есть ТВИС часы за, по-моему, 20 с чем-то баксов То есть 4 раза дешевле У нас есть Альфа, который стоит примерно как блигер Но продаются специализированным магазинчиком И контроль качества там получше в этих часах У нас есть, конечно же, Восток Амфибия за 3000 рублей И у нас есть СВОЧ Система 51 за 12000 рублей Поехали! Итак, ну давайте сразу вот блигер, да, у нас как бы претендент Пойдем с ТВИСа, ТВИС часы дешевые Браслет тут, знаете ли, не хуже, чем на парнисе Не хуже Отделка корпуса, ну, чуточку похуже Здесь проблема в том, что здесь дешевый сплав с хромированием Ну, главная проблема этих часов в том, что здесь все-таки механизм значительно хуже Циферблат немножечко болтается, когда переводим стрелки Поэтому я думаю, что с точки зрения браслета это конкурент блигеру Или парнису, как его можно тоже называть Но по другим характеристикам нет Откладываем Идем дальше Альфа Альфа, в принципе, отличные часы Которые у меня уже где-то лет так Четыре, может быть, даже пять лет им Нет, у все-таки четыре, да Хороший механизм, работает отлично Все, по сожалению, хорошо Носил я их активно Единственная вот проблема Здесь резьба заводной головки сорвалась и дальше не возвращается С самого начала еще была эта проблема Отделка здесь, цифра шикарная Аккуратно все сделано Безель здесь алюминиевый Здесь вот керамический наблигер Браслет, наверное, примерно одинаковый Даже я бы сказал, да, это одно и то же Из одной бочки, как говорится Баклия здесь явно хуже Здесь штамповка, по-моему, даже какая-то алюминиевая Что-то здесь стальная Так что с этой точки зрения, конечно, блигер выигрывает Но 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 Все-таки керамический безель Честно говоря, наверное, я все-таки отдам предпочтение Альфе Вот в этом случае Просто потому, что здесь контроль качества выше И часы уже долго показывают свою пригодность С точки зрения и точности хода Там она, ну, достаточно неплохая Там порядка 10 секунд в день Я вот замерял, когда в последний раз И все-таки вы покупаете как бы магазины Какая-никакая там есть гарантия В общем, наверное, Альфа будет чуточку выше Но они немножко дороже Где-то долларов, может быть, на 15, а то и на 20 Восток-амфибия Ну, я тут даже постеснялся достать оригинальный браслет Потому что он хуже даже, чем вот у Тивиза за 20 баксов Здесь стоит дорогой браслет за 80 евро А знаете, вот что? Вот что Точность хода-то, собственно, даже лучше у блигера Который без настройки, да И такой подвального плана А здесь безель-корпус из латуни с хромированием Так что он облезет быстро Стекло-акрил Браслет-дрянь Стоит, конечно, дешевле Почти в два раза дешевле Но только на это скидка А так, конечно, облигер предлагает вам и больше качества И более дорогие материалы И корпус И стекло И браслет И бизель Афибия проигрывает Ну и, наверное, самое неоднозначное сравнение Это System 51 Здесь, конечно, механизм, можно сказать, мануфактурный Здесь стальной корпус Тоже, кстати говоря Запас хода, сами знаете, какой там 80, да, по-моему Или даже 90 часов SwissMate Правда, с точки зрения ремонта, конечно Он менее ремонтопригоден Я бы даже сказал, что он практически неремонтопригоден Если только вы его в официальный магазин сдадите Вам там заменят механизм Ну, правда, гарантия есть С этой точки зрения, конечно, эти часы проще ремонтировать Любые подворотни Любого мастера можно починить Ну, знаете, вот, кстати говоря Люма здесь Люм здесь только точки Что вообще бред, конечно С точки зрения механизма, да, конечно С вотча это просто На голову выше С точки зрения цифры Стрелок Ну, они его бульгеры лучше Потому что здесь совсем дешевые Стрелки простые Вот эти вот Стоят, дайте, под за виду Вот Точность входа, да Механизм, это, конечно, здесь Значительно лучше Ну, вот Отделка корпуса Да, я бы не сказал, что она лучше Цифры точно не лучше Ну, и браслет Браслет Он аккуратнее сделан, чем здесь Но я бы не сказал, что он дороже И более качественно Я бы в браслет, вот, все-таки, да Убрал от китайцев Отсюда или сальто Хотя это не самые лучшие Китайские браслеты Можно немножко добавить Бывают получше Бывают не из трех частей браслета А вот такой цельный Уже намного лучше выглядит Так что Ну, конечно, в целом Часы свойще лучше По всем практически параметрам Кроме вот цифры Кроме, да, кроме цифры Корпус браслет на равных, наверное, да Ну, механизм намного лучше В общем, вот такой у нас Неоднозначный обзор Я даже не могу сказать Что здесь есть явный победитель Потому что понятно, что Да, механизм из SwissMade Это здесь Это явный аутсайдер Восток, конечно Это легендарные часы Многие их любят Стоят они дешево Это, кстати, по цене Здесь второй снизу Только TV дешевле Но Слишком много минусов У Востока Поэтому, если мы в стране Оставим Систем 51 То у нас Ну, я все-таки назвал Бальпу Победителем Но не даже Вот просто потому Что они немножечко больше Изначально Скажем так Вероятность того Что они будут более надежными Она чуточку выше Чем у вот этих часов Которые, в общем-то Не проверяются на качество С точки зрения материалов Здесь Керамический Безель И Бакли Шикарно Они, конечно, лучше И чем Альфа Поэтому в таком мини-тесте Удивительно Для меня самого Но получается Что Блигер В общем-то Неплохие часы Но опять же Я повторюсь Чтобы не было Здесь каких-то вопросов И каких-то там Кривотоков Когда вы покупаете Подобные часы Вот такие Ну, такие Тем более Никогда Нет гарантии Того Что они к вам придут И механизм там Во-первых Будет рабочий Во-вторых Что он будет надежный И в-третьих Что он будет Хотя бы Более-менее Идти с нормальной точностью Которая там Будет меньше Чем там 20 секунд в сутки То есть Это как повезет Если повезло Часы будут В принципе Работать достаточно долго И не будут Долго ломаться Потому что Вот эти часы У меня жданно Давно работают И вы при этом Получите Хорошую Так сказать Комплектацию Поэтому Выбор за вами Я здесь Наверное Даже не буду Ничего рекомендовать Каждый Для себя сам выбирает Тем более Все-таки Это Часы Которые сделаны Ну практически Как ролик с субмарином Уже это Близко к подделке Так что Это не для всех В общем На этом я И закругляюсь С вами был Дэн Пока Ставьте лайки Если вам видосик понравился А знаете Давайте Сделаем уже Традиционно Наберем 100 лайков На этом видосе И разыграем Тивиз Часы Кому-нибудь достанутся Поедут По почте Так что Рекомендую Ставить лайки Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok